Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире на Уральской обещательной компании программа «Грани». И сегодня у нас в гостях Марина Леонидовна Медведева, заместитель начальника управления образования. Здравствуйте! Добрый вечер! Ирина Святославна Познякова, главный специалист управления образования. Приветствую! Уважаемые телезрители, уже совсем скоро, через неделю, с 1 февраля, стартует прием ребятишек в первые классы. И сегодня это и станет темой нашего обсуждения с гостями. Марина Леонидовна, что особенного ждет родителей первоклассник в этом году? Уже традиционно приемочная кампания начинается с 1 февраля, но в этом году есть некоторые особенности. Потому что наверняка родители будущих первоклассников уже об этом знают. Вступил в силу федеральный закон номер 411. Вступил он 13 декабря прошлого года, который внес изменения в два закона. В семейный кодекс и в закон об образовании. Эти изменения сегодня позволяют детям, у которых старшие братья или сестры обучаются в данной образовательной организации, иметь преимущественное право перед всеми остальными детьми, даже перед детьми, проживающими на закрепленной территории. Поэтому в этом году, 1 февраля, начнется прием для всех детей, проживающих в микрорайоне, закрепленном за образовательной организацией, и детей, которые имеют в этой школе братьев или сестер. У них будет возможность обучаться в одной школе. Марина Лидовна, это действительно очень удобно и, мне кажется, очень логично. Если ходит старший ребенок, то и младший, если будет в этой образовательной школе обучаться, то удобно и для семьи, в первую очередь. Ну, безусловно, семье удобно, ребенку, наверное, комфортно, что он приходит в организацию, где уже учится старший брат или сестра. Родителям, наверное, спокойнее, что ни один идет ребенок в школу. Поэтому уверены, что это будет удобно всем. Ну, а для директоров это на сегодня еще один сложный этап. Сегодня, помимо анализа количества детей, проживающих в микрорайоне, то, что руководители делают всегда ежегодно, добавилось еще одно направление. Нам нужно было выявить, сколько же детей, кроме детей, проживающих на территории, могут прийти в образовательную организацию. Конечно, это тоже определенная задача, которую руководители все выполнили. И будем ждать всех детей 1 февраля. Ирина Святославовна, а как можно родителям подать заявление? Какими способами? Куда обращаться? Ну, традиционно подать заявление в школу вы можете непосредственно в образовательной организации. И 1 февраля сотрудники, которые отвечают за прием заявлений, они будут работать. Поэтому можно обращаться уже в этот день начала приема и подавать заявление в школе. Также можно подать заявление в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг, это госуслуги.ру, и через портал образовательных услуг Свердловской области. На обоих этих порталах будет открыта приемная кампания 1 февраля 2020 года. И возможности подать заявление раньше, чем 1 февраля для приема детей в первые классы на будущий учебный год, не будет. Поэтому не будет никаких фальшстартов, как это было. То есть ровно в 00 часов 1 февраля открывается прием в электронном виде. Для того, чтобы подтвердить подлинность, предоставленной на портале информации, заявителю необходимо будет обратиться в течение 5 рабочих дней в образовательную организацию и предоставить оригиналы документов, подтверждающие то, что действительно вы являетесь законным представителем, и то, что именно своего ребенка вы хотите зачислить в школу. Ирина Светлановна, давайте еще раз акцентируем, что несмотря на то, что это суббота, все будет хорошо, да? Школы работают, да, вы можете обратиться, но хотя 5 рабочих дней, которые у вас имеются для подтверждения документов, которые вы уже подали через портал, они все-таки остаются. То есть нет необходимости идти именно 1 февраля для того, чтобы подтвердить. Мы зачисляем всех по закрепленной территории, всех, кто обладает преимущественным правом. Замечательно. Марина Леонидовна, а где можно получить всю информацию по приему детей в первый класс? Ну, понятно, кто-то посмотрит нашу передачу, да, кто-то где-то слышал, кто-то уже обращался, но тем не менее вот так консолидировано, куда можно обращаться, куда заходить? Конечно, верим, что кто-то посмотрит передачу, кто-то прочитает в газете, но можно всю эту информацию увидеть как на сайте управления образования, она очень подробна. На сегодня уже есть постановление о закреплении микрорайона, то есть каждый родитель может еще раз проверить, какая территория закреплена за тем домом, где они проживают, и также на сайтах каждой образовательной организации. То есть зайдя на сайт образовательной организации, в разделе родителям, будущих первоклассников, для будущих первоклассников можно увидеть информацию о микрорайоне этой школы, положение о приеме, который разрабатывает сама образовательная организация, количество классов и количество детей в них, которые будут набираться в этом году, И график работы тех специалистов, которые будут осуществлять прием, чтобы родителям было удобно выбрать день, когда прийти в школу. Готовы на сегодняшний день образовательные учреждения к этому? Безусловно, образовательные учреждения готовы. В понедельник выйдет приказ управления образованием о комплектовании, где уже будет утверждено количество классов. И до 1 февраля вся информация будет на сайтах образовательных организаций. В этом 2020 году сколько планируется первоклассников зачислить, ну, соответственно, в первый класс, сколько у нас выпускников детских садов? Конечно, мы ежегодно, когда планируем количество классов по городу, ориентируемся на количество выпускников. Но понимаем, что в первый класс приходят и дети, которые не посещали детские сады, ну, еще и традиция последнего времени, что приезжают для того, чтобы начать обучение в наших школах и с других городов, что нам тоже приятно. На сегодня 992 выпускника, выпускника дошкольных образовательных организаций заканчивает обучение на этой ступени, но планируют прийти в первый класс 930 человек. То есть это количество аналогично количеству прошлого года. Планируем сформировать также 37 первых классов, но знаем, понимаем, что если детей будет больше, безусловно, право каждого ребенка на обучение будет реализовано. Все дети будут зачислены в первый класс. А вообще тенденция последних лет, она в чем заключается? Как у нас дела по количеству первоклассников? Пока тенденция идет на увеличение. То есть последние несколько лет ежегодно на один-два класса больше. Мы пока не чувствуем, что детей стало меньше, к счастью. Это хорошо. Напомню еще раз, что с 1 февраля начнется прием детей в первые классы. Но в завершении нашего разговора, дорогие гости, что бы вы хотели сказать первоклассникам и родителям первоклассников? Уважаемые родители, понимаем, что в вашей жизни приближается приятный, интересный, яркий момент. Для кого-то новый, у кого-то впервые дети идут в первый класс. Мы понимаем, что вы волнуетесь. И мы волнуемся, ждем, готовимся и делаем все для того, чтобы эта компания была легкой, чтобы максимально все дети пришли в те школы, в которым бы и хотелось обучаться. Ну и, конечно, хотим сказать, что школа Новоуральска – это особенные школы. У нас нет учителей начальной школы, которые бы работали в две смены, что очень важно. Те, кто проживает в Екатеринбурге, наверняка столкнулись с проблемой этой. Поэтому мы ждем, мы призываем всех не волноваться. Присоединяюсь к тому, что сказала Марина Леонидовна. И, конечно же, хочу сказать о том, что если у вас возникнут какие-то вопросы, может быть, что-то останется непонятным или нужно будет что-то уточнить, вы всегда можете обратиться в управление образования по телефону 627-03 и 627-05 для того, чтобы получить необходимую консультацию. В течение следующей рабочей недели мы будем отвечать на вопросы родителей, вопросы тех, кто хотел бы для себя кое-что уяснить, пояснить. И 1 февраля мы также готовы будем ответить на ваши вопросы в случае каких-то непредвиденных ситуаций. Большое спасибо вам за беседу. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»